Всем привет, дорогие друзья! Очередная распаковочка, ночная распаковочка. Новое видео на канале Gadgetmania. Мы начинаем. Поехали! Ну вот и настало то время, когда пора надавать люлей курьерской службы, которая доставляет посылки от производителя, конкретно от компании Huawei. Вот в таком вот файлике приехал к нам Honor 9. Это очень замечательный смартфон. Я его жду больше двух месяцев на подробный обзор. Очень не терпится его протестировать, но вот так вот это все приехало. Я уже сказал, кому надо. Ну, действительно, не очень приятно, когда помимо того, что тебе присылают без комплекта, ну, потому что это все-таки тестовый смартфон, так тебе еще и присылают товар вот в таком вот ненадлежащем виде. Нету ни пупырки, нет, соответственно, сейф-пакета, который используется при транспортировке посылки. Ну, давайте оставим это в стороночку. Пускай отвечает за это курьерская служба. Нам надо распаковать и посмотреть. Это, как всегда, первое видео. Я делаю всегда два видосика про телефон. Первое – это общие мои впечатления. Первое – и, скажем так, неожиданная реакция. То есть, действительно, интересно посмотреть на человека, который, ну, мне, по крайней мере, интересно посмотреть на человека, который первый раз видит устройство, то или иное устройство вживую. Здесь очень много скотча, и это, с одной стороны, хорошо. То есть, телефон у нас, скорее всего, не пострадал во время транспортировки. Да и записывать такие видео надо всегда на камеру. Почему? Точнее, такие распаковки на камеру. Ну, потому что, представьте себе на секундочку, очень много скотча, видите мои усилия. Представьте на секундочку, что там не смартфон или там нет смартфона. Бывает же такое. Сейчас это везде. Почта России, там, курьерские службы иногда бывают воруют, потому что это все-таки человеческий фактор, и уйти от этого практически невозможно. Такое бывает, короче, друзья. И для того, чтобы я просто в слюне все это сейчас раздербанил, для того, чтобы это все произошло быстрее. Так вот, всегда, всегда говорил и всегда буду говорить, распаковывайте, друзья, вот эти вот вещи на камеру. Потому что во избежание конфликтной ситуации с продавцом на Алиэкспрессе, с интернет-магазином при заказе, если вы у себя в стране заказали, получаете, постарайтесь. Не обязательно это делать, допустим, на какую-то профессиональную камеру, или еще как-то. Просто постарайтесь сделать так, чтобы это было все зафиксировано на ваш телефон, или еще. Короче, как удобно, так и делайте. Ну вот, друзья, я вас и отвлек те несколько десятков секунд, пока я, соответственно, пытаюсь открыть все до сих пор, пытаюсь открыть пленку, пупырку. Пупырка есть. Но здесь у нас пупырка не от производителя. Очень интересно, они как-то это сделали. На самом деле, стрейдж-пакет, сейф-пакет есть, но он почему-то, он почему-то в конце, друзья. Он почему-то в конце. Вот он. То есть я, получается, зря ругал. На самом деле все есть. Смотрите, какой большой сейф-пакет. Давайте его аккуратненько откроем, потому что в нем еще обратно смартфон отправлять. Аккуратненько его открываем. И достаем, наконец-таки, Хонор 9. Что вы думаете по поводу Хонор 9? Хочу спросить у вас я. И сам отвечу на этот вопрос. Я думаю, что это один из лучших представителей в классе. Почему? Потому что сейчас вот я смотрю за 24 990. Петрозаводск. Здесь прям так написано. Петрозаводск. Мой любимый крафтовый пакет. Это бумажки, которые просто накладные. За 24 999 вы получаете один из лучших представителей по соотношению цена-качество в своем сегменте. Вы получаете неплохое железо. Вы получаете премиальный корпус. Материалы, из которых изготовлен сам смартфон. А также, если делать заказ на сайте официальном, то есть в магазине официальном Huawei, shop Huawei.ru, то помимо всего этого, здесь кот еще бегает, помимо всего этого вы еще получите сейчас наушники в подарок. Ссылка будет в описании. Прошу подробно ознакомиться. И, как говорится, ну-ка... Кот посреди ночи. На самом деле, полвторого ночи. Практически без 10 и 2. Ну, что я вам хочу сказать. Смартфон а-ля в таком вот презентабельном виде. Якобы в заводских пленках. Но мы-то знаем. Мы-то знаем, что этот смартфон уже... Хотя, в принципе... Этот телефон в черном цвете. В последнее время мне везет на смартфоны Huawei в черном цвете. И нету, конечно же, никакой пленочки. У вас будет и наушники. Точнее, у вас будет и зарядное устройство, и наушники в подарок. И также будет вилка с быстрой зарядкой, если не ошибаюсь. Но что мы получаем? Мы получаем премиальное устройство, друзья. Здесь очень хорошая, качественная сборка и отличный дизайн. Что сказать по поводу диагонали экрана? Она для меня комфортная. То есть, этот смартфон не лопата. Сейчас, что у нас по экранчику? 5,15 дюймов. Практически как Xiaomi. То есть, некоторые сравнивают с Mi 6. Потому что, действительно, компании Huawei и подразделению Honor надо было делать какую-то ответочку на стеклянный Mi 6. И они сделали, друзья. И это очень хороший конкурент. Ну что ж, я надеюсь, он заряжен на какое-то количество процентов. Я его обязательно включу. Мне очень не терпится тестировать эти камеры. Они шикарны. Дисплей тоже на смартфоне очень и очень хороший. Это Full HD. 5,15 дюймов. LTPS. Значит, по характеристикам у нас 4 гигабайта встроенной. 64 постоянной. 4 гигабайта встроенной оперативной памяти, я имею ввиду. Слот карточки до 256 гигабайт. Можно все это делать. Дополнить. Kirin 960. Android 7 версии. Я надеюсь, что совсем скоро прилетит восьмерочка. Восьмиядерный процессор у нас Cortex-A73 и Cortex-A53. Основные камеры на 20 и 12 мегапикселей. С апертурой F.2.2 и передняя 8 мегапиксельная 2.4. У нас такие характеристики у фронталочки. Конечно, поддержка всех частот связи. Это без этого никуда. Смотрим. Некоторые телефоны сейчас в 2019 году умудряются лагать в стартовых настройках при включении телефона, когда он скинут на заводские настройки. И нас встречает Emotion UI 5.1, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Это очень качественная в последнее время прошивочка. Я еще полгода, год назад на нее очень сильно, скажем так, гнал. По причине того, что она мне не нравилась своей олиповатостью, она мне не нравилась своей задумчивостью. Но сейчас они со временем ее оптимизировали. Я ее все равно не очень долюбливаю внешне, но ее можно кастомизировать с помощью сторонних тем и так далее. Очень хорошо, что на этом смартфоне, конечно же, есть NFC. Вы сможете оплачивать покупки, как сейчас это модно, со смартфона или, допустим, с помощью часов, которые будут подключены к этому смартфону. Или вы сможете, допустим, передавать фотографии с помощью NFC-архитектуры, то есть NFC-чипа, который встроен в заднюю крышку этого устройства. Стекло, причем стекло такое, которое переливается у нас с разными отливами. Черный цвет, ну, знаете, черный цвет такой. Я сейчас буду высказывать вот именно вот, что приходит на ум. Конечно же, это у нас алюминиевая рамка каркаса самого смартфона. На правой грани у нас есть клавиши включения-выключения, клавиша громкости сдвоенная. Присутствие 3,5-мм разъема – это очень хорошо. У нас есть даже инфракрасный порт, это очень хорошо. USB Type-C, решеточка под динамик, и она одна. Микрофон, все понятно. Основные камеры, сдвоенный модуль светодиодной вспышки, такой теплый и похолоднее тон. И у нас еще есть, по-моему, если я не ошибаюсь, лазерный прицел, как говорится, для того, чтобы у вас получались более качественные фотографии. Ну вот, скорее всего, это мои первые впечатления, которые я вам высказал. Ну, дисплей присутствия, олеофобного покрытия есть, но оно, кстати, не такое. Может быть, еще палец сейчас я его ототру от других, скажем так, тестировщиков. Сам экран, ну, с виду он вроде как чистый, и палец, если честно, скользит не так гладко и не так хорошо, допустим, как по Novi 2, потому что там олеофобка выше всяческих похвал. Здесь оно тоже присутствует, но почему-то напоминает, мне кажется, что со временем, через полгода, через несколько, там, через 9 месяцев, вам все-таки, скорее всего, придется наклеить стекло, если вы это не сделаете с первого дня жизни смартфона после покупки, и уже на нем будет установлено хорошее качественное олеофобное покрытие. Оно здесь присутствует вроде как даже с двух сторон, потому что смартфон стеклянный, но все-таки олеофобное покрытие не такое качественное, как хотелось бы, это первое замечание, вот прямо на распаковочке. Ну, а сам смартфон, он не может не нравиться, потому что это действительно премиальный дизайн. Короче, сканер отпечатка пальцев работает быстро, на камеру это покажу я, конечно же, в полном обзоре, прямо моментально реагирует, это не кнопка, это просто поверхность. Также справа и слева от сканера у нас присутствие таких вот точечек в виде кнопок, то есть у нас кнопки не наэкранные, может быть, даже в настройках можно сделать так, что у вас будет наэкранные кнопки, а может быть, даже так, что у нас одна кнопка будет отвечать за все действия. Я на самом деле так пользовался, но по десятым это очень-очень удобно. Ну и, в принципе, посмотреть на камеры и давайте немножко послушаем звук. Ну, что мы послушаем? Позже теги GPS мы включим. Давайте попробуем сфотографировать прямо вот так вот с настройками. Так, значит, сразу вижу, что есть у нас двукратный оптический зум. Это очень хорошо. Работает шустро. Я обязательно в этом смартфоне его, как следует, протестирую. Также тестирую фронтальную камеру. Присутствие размытия фона как фото, так и видео во фронтальных и в основных камерах, это уже сейчас у смартфона по умолчанию. Он предлагает мне сделать отражение фотографии, отражение включить, отражение выключить. Давайте включим, пускай он отражает. В общем, фоновое размытие, это прям... Ну, что я могу сказать? Ну, достаточно прикольные фотографии. Но почему-то, если не выключать режим селфи, он достаточно бесячий на смартфонах, на китайских смартфонах, в том числе на смартфоне Huawei Honor 9. Оно так себе, сразу отключайте, и не надо пользоваться этим режимом, потому что, ну, он в основном для девочек и в основном для китайских девочек, потому что они любят пользоваться этой странной функцией. Ну и, пожалуй, все, наверное. Все, что я хотел сказать в этой ночной распаковке, мои первые впечатления, я что ждал, то и получил. Я посмотрел достаточное количество видео про этот смартфон, и все, все, практически все восторгаются. Конечно же, в нем есть минусы, я постараюсь их отыскать, как я вижу со своей стороны эти нюансы, ну и рассказать вам все плюсы, и вообще, почему стоит обратить внимание на покупку данного смартфона. С вами был Павел, канал Гаджетмания. Подписывайтесь и не будьте бесполезными, обязательно ставьте оценку любому видео на моем канале, для того, чтобы я понимал, что я делаю так, что я делаю не так. И не забывайте, что у нас на Телеграм-канале сейчас проходит конкурс, можно выиграть умные смарт-часы, распаковку которых вы можете посмотреть на канале. Просто вступайте на канал Телеграм, подписывайтесь на него, и можете выиграть эти часы, короче. В общем-то, в принципе, условия достаточно простые. Есть специальное видео, в котором я рассказал, что надо сделать для того, чтобы в этом конкурсе участвовать. Но, к сожалению, конкурс только для жителей России. Почему? Ну, потому что пересылки в другие страны. Я, к сожалению, слишком бедный блогер для того, чтобы это себе позволить, скажем так. Если вы хотите в другую страну за собственный счет, то тоже можете участвовать. Но обязательно напишите, что я сам оплачу вам пересылку, допустим, там в Братскую Украину, или не менее Братскую Беларусь, или, допустим, в Казахстан. Или, простите, допустим, в Казахстан, или куда угодно. Может быть, в США вам нужны часы за плюс-минус 40 долларов. В итоге, друзья, еще раз большое всем спасибо. Все ссылки, как всегда, в описании. Не забывайте, что сейчас дают подарок к этому смартфону на официальном сайте Huawei. Ну и подписывайтесь, ставьте колокольчик, это важно. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова